Всем привет, это канал Частер, меня зовут Кирилл и здесь мы говорим о часах. Сегодня к нам на обзор попал представитель серии Orient Star, причем эти часы идеально подойдут для небольших и средних запястьев, модель DA-02-002B. А перед обзором напоминаю, что в моем инстаграме проходят регулярные розыгрыши часов, подписывайтесь, следите за постами из сториз и у вас будет шанс выиграть новую классную модель. Часы выполнены в корпусе из стали, круглой формы, красивая боковая обработка, сатинирование. Ушки сверху также сатинированы, но тут есть и кривые, полированные, переходящие плавно из корпуса в сами ушки, за счет чего достигается более элегантная форма, ушки становятся ступенчатыми, они у нас сразу скашиваются вниз. С правой стороны заводная головка с фирменным логотипом Orient Star. Rant очень интересный здесь, полированный, такого же диаметра как и корпус, значительно отделенный от него, при этом он имеет такую строконечную форму, даже немного агрессивную, я бы сказал. И здесь же сапфировое стекло с антибликом покрытием, но оно выпирает над уровнем Rant где-то на пол миллиметра и вот если вы обратите внимание, то вот здесь уже есть на стекле сбоку небольшой скол, к сожалению, нам новая модель попалась уже с небольшим сколом, так что какое бы стекло у вас на часах не было, будьте аккуратны в плане боковых ударов, потому что если стекло хоть немного выпирает, то лучше его ни обо что не задевать, какое бы оно ни было, ни минеральное, ни сапфировое, ни органическое. Ну а под стеклом черный циферблат, красивые серебристые индексы, стрелки, индикаторы, но обо всем по порядку. Во-первых, сам циферблат залегает достаточно глубоко, это мы видим по внутреннему матовому ободку, по внешнему кругу белые поминутные риски и точки со светонакопителем, особое внимание на индексы хромированные и на них, если вы видите рисунки в виде продолговатых линий, очень красивая работа, в таком же стиле выполнено окошко открытого баланса, также хромированная, с линиями, уже круглыми естественно, сам по себе открытый баланс, как всегда очень красивый, уровень 9 часов, мы видим часть работы механизма и индикация запаса хода, вот эта шкала от 0 до 40, здесь такой же рисунок. Хромированные стрелки, секундная очень тоненькая, минутная и часовая, минутная и часовая остроконечная, часовая доходит почти до самых индексов, минутная практически до рисок, на них светонакопительное покрытие, конечно же. Сам по себе циферблат полностью черный, без рисунков, логотип RENTSTAR, конечно же, в районе 6 часов, ну а за работу этой модели отвечает калибр 40R53, 22 камня, 22600 полуклеваний в час и примерно запас хода в районе 40 часов. Мы можем получше понаблюдать за работой механизма, благодаря прозрачной задней крышке, здесь у нас стекло уже минеральное, мы видим ротор с фирменной надписью RENTSTAR, баланс, по бокам надписи Made in Japan, надписи о водной проницаемости, здесь атмосферное, что в часах можно даже плавать, информация о материалах и о калибре. Что касается механизма, то точность его хода в пределах минус 15 плюс 25 секунд сумки, здесь в механизме есть стоп-секунда, то есть когда мы выдвигаем головку, при настройке времени секундная стрелка останавливается и мы выставляем время. Ну и соответственно, помимо автоподзавода, здесь есть и ручной подзавод, то есть благодаря движениям головки мы можем подзавести наши часы. Обратите внимание, как только мы начинаем заводить часы при помощи головки, сразу же стрелка индикации запаса хода начала очень активно двигаться вперед. Да, конечно, благодаря ручному заводу мы можем выполнить наш запас хода значительно быстрее, чем благодаря просто движениям руки, вот видите, она уже почти на 20 часах. А вот так цвет накопитель выглядит в темноте, достаточно яркий, светло-зеленый и покрыты, как мы видим, точки и стрелки, что позволяет с легкостью считывать время в темное время суток. А вот так модель выглядит на руке, отличный вариант для небольших и средних запястьев, а дополнительные фотографии, как всегда в моем инстаграме. Габариты 46,5 миллиметров высота по краям ушек, диаметр 39 миллиметров, толщина 12, сам по себе корпус не толстый, но вот выпирающая задняя крышка, высокий рант, дают о себе знать. Литой браслет, почти полностью сатинирован, очень качественный, ширина 20 миллиметров, в три звена. Далее он переходит в вот такую застежку с логотипом Ариент Стар, с кнопочками, застежка также литая и не менее качественная. На запястье до 20 сантиметров подходит этот браслет, а общий вес часов 141 грамм, и они достаточно увесистые. Это отличный элегантный вариант классики, который подходит как по деловой стилю одежды, так и под каждодневную носку, потому что дизайн часов достаточно универсальный, но при этом сдержанный и лаконичный. Подводя итог, отмечу, что модель получилась более чем достойная, и лично мне она очень понравилась, во многом за счет своего дизайна, конечно же, это и открытый баланс, и прекрасные хромированные индексы, стрелки, индикаторы. Сам индикатор также выглядит очень здорово, ну и плюс обработка материалы, качественный браслет, красивая обработка корпуса, сапфировое стекло, литая застежка, все здесь на самом высоком уровне. Помимо этого, конечно, и механизм, японский механизм, работой которым можно насладиться как спереди, так и сзади, да и собственно made in Japan, то есть часы, в принципе, делаются, собираются в Японии, это значит, что качество здесь нас ожидает самое высокое. Помимо этого, отмечу, и светонакопитель, на классических часах вообще бывает, светонакопитель отсутствует, а тут он, мало того, что на стрелках, так еще и на точках по кругу, это значит, что читаемость в финноте будет замечательная. Ну и конечно, стоит отметить уровень водонепроницаемости, который также очень высок для классических часов, здесь он вообще 100 метров, что не может не радовать, и действительно, часы получились с очень великолепными характеристиками. По минусам могу отметить, ну разве что толщину, были бы они миллиметры на два тоньше, и я думаю, что модель была бы просто идеальная, 12, чуть многовато, как мне кажется, для данной модели, но в остальном я минусов особо не нашел, действительно, модель прекрасная, они в текущую коллекцию аренд не входят, то это значит, что цены у них варьируются, в среднем это 34-35 тысяч рублей, для полностью японской механики, я думаю, что это достойная цена, и поэтому, если модель вам приглянулась, если у вас небольшое или среднее запястье, то однозначно советую присмотреться к ним, потому что вариант действительно стоящий. В конце хотел бы узнать и ваше мнение по поводу этой модели, обязательно оставьте в комментариях под видео, также, если оно понравилось, то поставьте лайк и подпишитесь на канал, ну и конечно, поделитесь этим видео с друзьями. А на этом все, всем пока!